Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 26 июля, Православная Церковь совершает память святителя Иулиана, епископа Кеноманийского. Святитель Иулиан, епископ Кеноманийский, был поставлен во епископа апостолом Петром. Существует мнение, что он одно лицо с Симоном Прокоженным, в крещение получившим имя Иулиан. Апостол Петр послал святого Иулиана проповедовать Евангелие в Галлию. Он прибыл в Кеноманию, район реки По на севере нынешней Италии, и поселился за городом, вероятно, Кремона. В малой хижине и начал свою проповедь среди язычников. Идолопоклонники сначала слушали его с недоверием, но проповедь святого сопровождалась великими чудесами. Святитель Иулиан молитвой исцелял разные болезни. Постепенно к нему стали стекаться многочисленные толпы людей, просивших помощи. Исцеляя телесные недуги, святой Иулиан исцелял и души, просвещая приходящих к нему светом христовой веры. Чтобы утолить жажду многочисленных посетителей, святой Иулиан, помолившись Господу, воткнул свой жезл в землю и извел из сухого места источник воды. Это чудо обратило в христианство многих язычников. Однажды святителя пожелал увидеть местный князь. У ворот княжеского жилища сидел слепой, которого святой Иулиан пожалел и, помолившись, даровал ему зрение. Навстречу святителю вышел князь и, узнав о только что совершившемся чуде, припал к ногам епископа, прося крещения. Огласив князя и его семейство, святой Иулиан назначил им трехдневный пост, а потом совершил над ними таинство крещения. По примеру князя, ко Христу обратилось и большинство его подданных. Князь пожертвовал епископу свой дом для устройства в нем храма и обеспечил церковь средствами. Святой Иулиан усердно заботился о духовном просвещении своей паствы и по-прежнему исцелял больных. Глубоко сочувствуя горю родителей, святитель своей молитвой испрашивал у Бога возвращение их умерших детей к жизни. Святой епископ Иулиан долго оставался на своем престоле, указывая посомым путь к небу. Святитель скончался глубоким старцем. До конца дней своих благовествовал он о Христе и совершенно истребил идолопоклонство в стране кеноманийской. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется собор Архангела Гавриила и совершается память святых. Преподобного Стефана Саваита, мученика Серапиона, мученика Маркиана Иканийского, честуется собор всех святых в земле литовской просиявших. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok